В правительстве Колымы прошло заседание, на котором говорили о новой губернаторской программе «Сила Магадана». Ее планируют реализовывать с 2022 по 2024 годы. Программа включает в себя работу по выполнению четырех из 12 нацпроектов и затрагивает улучшение более 40 показателей в сфере демографии, здравоохранения, образования и культуры. Главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России Олег Апалихин ответил на вопросы журналистов Магадана. Какие преференции дает нашим мужчинам программа «Сила Магадана»? Для чего она нам нужна? Мужское здоровье – это женское счастье. Если, допустим, мы хотим, чтобы люди оставались в регионе, семья – ячейк общества. Если мы хотим, чтобы люди оставались в регионе, чтобы они были здесь устойчивы, они должны быть счастливы. А для этого во многом ключевая роль отводится мужчине. Здесь программа, она ведь, мы уже сегодня говорили, не только медицинская, даже не столько медицинская, сколько программа, меняющая идеологему отношения человека вообще к этой сегодняшней нашей жизни с вами, да, к тому, что мы есть, в том числе и программа образования, культуры, программа социальной поддержки, программа моды, понимаете, чтобы модным было сейчас быть ответственным. Татьяна Савченко, заместитель председателя правительства по Магаданской области, рассказала, как родилась программа и почему на Колыме важно ее реализовывать. В прошлом году у нас проходила пятая всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока». Совместно с Министерством Дальнего Востока и Арктики и Агентством по человеческому капиталу и правительством Магаданской области, инициативой была Сергея Константиновича, на территории Магаданской области пришла эта конференция. И Олег Иванович был приглашен на эту конференцию. Она носила практический характер. Приезжали специалисты из многих регионов. Были и доктора наук, и медики, и Министерство Российской Федерации здравоохранения, и Министерство труда. То есть очень много было специалистов. У нас было пленатное заседание, и потом была рабочая группа. Мы такой мозговой штурм, где мы анализировали все вопросы, касающиеся демографии. И вот тогда у нас родилась вот эта интересная, эта программа, о которой мы сегодня здесь говорим, по демографии. И в частности, Олег Иванович предложил, у меня уже были наработки. Тогда планировалось, что будет три региона, но многое поменялось за это время. И вот сегодня аргументация, то, что это будет на территории Магаданской области, это связано с тем, что Олег Иванович уже в своем контексте выступления сказал. Это определенная территория, наша отдаленность от центра, количество населения, низкая плотность населения. Но еще один важный момент. К нам едут работать большое количество мужчин. И вот это тоже имеет место быть вахтовым методом, на длительные периоды. Поэтому здесь, в частности, эта программа, она имеет место быть. Главная цель программы «Силы Магадана» – укрепление мужского здоровья. Специалисты рассказали о том, как ее будут развивать и реализовывать. Формирование непосредственно самого проекта, программы, чтобы были посчитаны, и в том числе, там, скажем, как бы, конвергентно связаны, как мы уже сегодня, Татьяна Александровна говорила, все, значит, усилия уже существующих программ на территории региона, федеральных нацпроектов. Они не должны быть отдельными, что у нас тут свое королевство, или свое государство королевство, у нас свое, а это там как-то свое. Это все должно быть взаимосвязано, это должно быть все юридически встроено, это большая работа. Понимаете, почему, например, проект, например, нацпроект «Создание единой профилактической социальной среды». Ведь в этом проекте можно лавочки для бабушек сделать, а можно построить и лавочки, и наполовину, а наполовину сделать турники, значит, для молодежи, социальные сооружения и так далее. Все это не запрещено. Но надо понимать, к чему это. А если формально выполнять, сделаем везде лавочки. Выполнили, выполнили, освоили деньги, освоили. Понимаете, вот в этом-то и есть суть, связать между собой различные звенья. И сейчас как раз вот корректировки нацпроектов, она еще и будет идти, она, значит, будет позволять эти вещи сделать. Но очень важно, понимаете, не просто декларировать, а лучше не раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот время малых, или там, небольших шагов. Когда мы сделали, увидели, сделали, увидели. То есть вот это вот очень здорово поднимает вот этот пассионарный уровень, чтобы мы могли увидеть результат. Пусть маленький. Да, проект, он не быстрый. Это сложный проект. Такого еще не было. Он очень инновационный. Потому что проект идеологический, понимаете. Он очень сложный. Но чтобы в него поверить, нужно, чтобы он хотя бы как-то себя зарекомендовал. Пусть он дал начальную, но положительную тенденцию. Да, мы понимаем, что вот все то, оно будет там, может, через 3, 5, 6, а может, через 10 лет. Но уже мы верим в это, потому что у нас уже есть конкретный результат. Ступеньки. По словам экспертов, забота о мужском здоровье очень важна в нашей стране. Потому что по статистике, бесплодие – результат неправильного образа жизни. Кроме того, из-за безответственного отношения к своему здоровью, 52% мужчин не доживают до 65 лет. И продолжительность жизни, 9-11 лет, разница между мужским и женским. И большинство так называемых факторов внезапной смерти или девиантного поведения, которые приводят к этой смерти, что всего у нас 48% мужчин. Представьте, 48, не 5, как в Ермании или в Японии, не 11, условно говоря, как в социалистических странах, социалистского лагеря ранее, а, значит, 52% мужчин не доживают до возраста 65 лет. Не доживают. Понимаете, это очень много. То есть большинство не доживает. Какой же... Значит, о чем это говорит? А что с женщиной? Где-то мужчина, и причем основной, так скажем, в данном случае, фатальный дебют, так называемый, смерть, короче, наступает именно в возрасте 40-65 лет. То есть два таких промежутка, два горба мы их называем, вот эти вот фатальные горбы. То есть возраст 40-41-54, и, значит, 54-62-64. Если мужчина переживает их, он живет потом до 70-80 и так далее. Ну, и таких в абсолютном количестве у нас тоже немало. Вот у меня, например, отсюда 91 год. Слава Бог, живет на своих ногах. Вот. Но большинство-то, к сожалению, не доживают. И, говорю, это не 11%, не 10%, это 50%. То есть большинство, 2%. Поэтому мужчины – это некая такая очень показательная будет сущность, аудитория, которая, если мы изменим вот эти вот индексы к лучшему, она будет иметь отношение и к перспективе, в том числе, и другого, так скажем, нашего гендерного основного пола, это женщины наши. Один из пунктов программы – создание эффективной пропаганды культа семьи и многодетности. Также, считают специалисты, нужно сделать обязательную профилактику мужского здоровья, бесплатную диспансеризацию до 49 лет, один раз в 4 года. Кроме того, дать возможность людям, которые выступают в брак, проводить исследование своего репродуктивного здоровья благодаря сертификату молодой семьи. Благодаря ему супруги получат возможность бесплатно провести исследование своих репродуктивности и генетики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова